Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Ну что, настал тот день, настал тот час, когда я могу, могу наконец уже открыть эту страшную тайну. Многих из вас интересует вопрос, зачем я продал квартиру в одном из лучших жилых комплексов нашего города, и что я, собственно говоря, сделал с деньгами. Может быть я купил какой-то другой новый автомобиль представительского класса, а что это сейчас модно. Либо я вложился в строительство очередного муравейничка-человейничка. Прямо сегодня, прямо сейчас я начинаю строить дом. Надо сказать, что я никогда не строил дома, я ни черта не понимаю в строительстве, несмотря на то, что моя сфера деятельности близка к тому, что я сейчас буду делать. Я риэлтор, я не строитель. Я умею продавать, но не умею строить. Граждане новоселы, внедряйте культурку, вешайте коврики на сухую штукатурку. Никакого модернизма, никакого абстракционизма. Сохраняй стены от сырости, спас от травматизма. Налетай, торопись, покупай, живопись. Я покажу вам весь процесс строительства, от начала и до конца, с цифрами на работы, на материалы. Поэтому ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии. Моя первостепенная задача была найти человека, прораба, с большим количеством построенных домов за плечами, чтобы он помог мне осуществить мою мечту. И такого человека я нашел, и в одном из следующих видео я вас обязательно с ним познакомлю. Задача номер два, это заработать на все это достаточное количество денег. И ежу понятно, что денег с продажей однокомнатной квартиры мне точно не хватит. Я еще не знаю, куда я ввязываюсь, я еще не знаю, в какие денежные суммы все это выльется. И я действую по принципу, главное ввязаться в бой, а там потом разберемся. Поэтому оставайтесь со мной, будет интересно. Этот участок 10 соток, без каких-либо коммуникаций, совершенно голый, обошелся мне в 1 миллион 350 тысяч рублей. Это не дешево, я это прекрасно понимаю. Но не забывайте о том, что я риэлтор, и если я купил вот этот участок за эти деньги, значит он действительно стоит этих денег, и дешевле его купить возможности просто никакой не было. Проходите, проходите, проходите. Чувствуйте себя дома, ведь вам здесь жить. Жень. Не квартира, просто сказка, просто чудо, просто чудо, невероятная, супер квартира. Метрополь отдыхает. 150 рублей в месяц. Сколько? Да, 120. Забор появился здесь буквально вчера, и обошелся он мне вместе с работой и с материалами в 250 тысяч рублей. Сегодня середина октября, и задача максимум на этот год – это фундамент дома, цоколь-подвал, бетонирование плиты гаража и террасы. И все, дальше зима, даем фундаменту устояться, что называется, и возобновляем работы, наверное, только в марте следующего года. Ну, а там, как погода, как погода позволит. Проект дома рождался долго, в муках, и надо сказать, что мы изрядно пощекотали нервы нашему архитектору. А ты вообще учился? Да. А где? Архитектурный институт. А, в центре? Да. На очном. А? А если ты на очном учился, что же ты мне, архитектор, такую ванну сбацал, а? Но то, что мы нафантазировали с супругой, получилось таки в электронной версии. Дело теперь за малым – перенести это все вот сюда, на наш участок. Да, можно взять типовой проект, которых много гуляет по интернету, но мы все люди разные, вкусовые предпочтения у всех разные, и вероятность того, что вы воспользуетесь типовым проектом от начала и до конца, крайне низка. В 90% случаев люди берут за основу типовой проект, меняют его конструктив, вносят какие-то изменения, и в конечном итоге этот проект выходит им дороже, если бы они сами рисовали свой проект с нуля. Ну и, собственно говоря, почему меня посетила такая шальная мысль, как строительство своего дома. События этой весны, когда нас всех буквально изолировали, рассадили по своим квартирам и домам, показали, насколько все-таки уязвим человек, показали все преимущества частного дома перед квартирой. Расшифровывать не буду, уверен, мои подписчики не глупые люди, и сами прекрасно поняли, что я имею в виду. Ну а в следующей серии я познакомлю вас с моим прорабом. Начнется строительство фундамента, будут цифры на работы, на материалы. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить, и Бог нам в помощь. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ